Ох, салютики, друзья! Какая-то я взъерошенная. Смотрите, куда меня занесло. Ни наш район, ни наша сторона. Жду Сашу, сейчас он меня должен забрать. Слышу где-то в стороне карнавал, прям шумно, прям сегодня взрослый карнавал, он больше, интереснее, но дети не пошли. Милане не с кем пойти. Тимур вроде не против был ей составить компанию, он говорит, я просто буду стоять. А Милана хочет вежуху, салат, конфеты собирать, а не просто, чтобы с ней стояли. Поэтому дети остались, я так понимаю, дома. Милана кухарит. В общем, придумала, что она хочет сделать фрукты в глазури из сахара. Смотрите, вот у нее сахар. Плавится. Милана туда добавляет бананы сейчас, да? Бананы ты делаешь? Ну да, покажи нам, как ты делаешь. Бананчик. Не полностью? Да, ну, сейчас из-за них не удобно. И в холодную воду, да? У тебя, во-первых, был хороший, потому что он, во-первых, был прозрачный, и, во-вторых, у него, как бы, она хрустела, когда его было. Надо сахар помешивать, наверное, чтобы он не пригорал. Сейчас все мешать надо. Чтобы я курку поменьше сделать. Видите, там можно и леденцы делать, Милана. Ты можешь сделать форму для леденцов какую-нибудь, и залить, и будет тебе леденцы. И пропорции ты с сахаром, да? Сколько воды, сколько сахара, все, да, хорошо сделала? Молодец. А зачем столько вилок? Больше получилось. Я, потом, все поймаю. Ну, ты потом можешь снимать, и снова, и снова. Зачем на все вилки? Ну, как, ты снялась с вилочки, и снова насадила? Зачем ты, что-то вилок? Он как сгорел вот этот вот. Милана, смотри, можно сделать вот так вот, чтобы он там искупался. Да, но он тут сгорит по ногам. Теперь надо кайфать, вот. Теперь теперь не берется. Берется, берется. Осторожно, не капай, нет. Не надо теперь нести через всю. Возьми салфетку снизу. Как это, бать? Так, ручками. Снизу салфетку. Вот, видишь, что он капает? Иначе бы потом было грязно. Мне кажется, загорел вот этот. Я уже убавил температуру нормально. Теперь это похоже на настоящую карамель. Вот теперь самое то. Сейчас я его сделаю много, чтобы мальчиком надо попробовать. До конца, до конца полностью искупай. Вот. Красота. Леденцы. С фруктами. Молодец, Нова. Сама захотела, сама сделала. Мы же, наверное, такие, слушаешь, такие звуки вот тресками какой-то, да? Да, никуда в холодного делать. Такие. Банадо кремель? В городе карнавал, улицы перекрыты, проехать вообще нельзя, все закрывать. Идет карнавал, кстати, как-то по-другому в этом году, карнавал идет в эту сторону, мне кажется, он всегда шел по-другому, не знаю, там в реке, бросают сладости из тракторов, вот ты видишь, люди просто забирают. Да, вот так вот, все, вся улица перекрыта, а я еду за Таней, мне надо ее забрать кое-откуда. Блин, там тоже закрыто, надо как-то проехать. В общем, город весь перекрыт. Александр, муж мой. А шлем не взял? Взял, молодец. Привет. Привет. Ну что, у тебя ручки замерзли? Да, что-то пропало сегодня. А я иду так хорошо, вообще классно. На скорости. Я говорю, как повезло, сегодня вот с карнавалом, в том плане, ну да, солнца нету, но ветра нету, хорошо, спокойно. А если ты еще и под допингом, тебе вообще тепло. Артем где-то в аварию попал, в легкую. У нас приступило кто-то. Или он кого-то? Кто-то с парковки выезжал и въехал в него сбор. А он где был? Ну, ехал тоже. Куда? Ну, куда-то поехал, не знаю, куда он поехал. Сейчас поедем, наверное, посмотрим, где это, что он. И что, полицию вызвали? Ну, да, тот вроде как второй уже вызвал полицию. Артем не виноват, мужик просто выезжал, не посмотрел. Ну, ясно. Артем сказал, все в порядке. Немножко ногу ему там что-то прижало, но он говорит, не страшно. Ну, я думаю, что лучше скорую вызвать, пускай зафиксирует то, что ему прижало. Ну, я не знаю, насколько страшно. Он сказал, что ногу прижало. А далеко не до отсюда? А? А далеко отсюда? Сейчас посмотрю, сейчас он мне прислал где-то. Подъехали к Артему, они еще здесь, вот там скорая. Полиция второй раз за эту неделю, да? Сейчас узнаем, что там. Саша пошел. Ну, ничего такого серьезного, просто составляет протокол, я так понимаю. Что, Артем? Холодненько. Вот, Дарья, холодненько, а приложить сейчас буду смотреть, что у него с ногой. Мы, в общем, приехали в больницу, в Луизин госпиталь. Так как ему нету 18, они ждали, пока приедут родители. Ну, и вот кто-то должен был с ним поехать в больницу. Ну, что, сильно болит? Сносно, да? Нормально. Нормально. Заслайки даже. Хорошо. Артем сейчас говорит, блин, я вспомнил, что у меня свидетель есть, дал свой номер телефона. Ну, номер, даже мне написано в WhatsApp. Свои имя, фамилия, да, номер телефона все есть. А Артем говорит, в этом стрессе забыл полиции сказать про свидетеля. Теперь вот вопрос... Он давно ехал, прям все видел, все. Ну, ладно уже. Сделали Артему рентген, сидим, теперь ждем. Расскажи хоть, как дело было. Это было недалеко от нашего дома, да? Что? Ну, я еду. Прямо. Машина выезжает из парковки. Не стояла так, а из большой парковки выезжала. А там машина стояла так неудобно, а он не увидел меня. Я еду уже, и он выезжает. Машина хочет выехать. Погромче немножко. Понимаешь, что остановиться, если он сейчас остановится, я в него полностью влечу. Если назад он уже не успеет встать, поехал дальше прямо. И едет. Я в него врезаюсь сзади. Сзади боковую дверь. И бамперы, это как-то там, крыло, не знаю. Да. И наезжает мне еще на ногу. Ну, я ноги поставил, да? Тут был вопрос у полиции. Как так, если ты ехал на скутере, как он мог тебе наехать на ногу? Я когда останавливаю, я же не встаю на мопеде дальше. Он говорит, я сделаю полный тормоз. Колеса же могут заблокироваться, да? Я могу начинать скользить. Я поэтому ноги поставил, чтобы он хотел бы на какую-то ровно весе удержать. Ну, остановился. Он еще на ногу проехал и потом остановился. Ну, да. Ну, все нормально. Все нормально. Все живы, здоровы. Он так не парится. Он сказал, кто звонит в полицию? Ты чем болен? Он сказал, кто звонит этим копам. Он сказал, зови ты. Справа же, скорая нужная, говорит, зови. Ну, позвали, все сделали. Да, он сказал. Ну, он после того, как позвонил, еще сказал, да. У меня же это как бы пузырь, что он все погасит, наверное. Ну, каран. Он был уверен в себе, в общем, он там был. Ничего его там не интересовало. В общем, нас отпустили. Мы провели там, на самом деле, даже двух часов не провели, да? Да, быстро. Я говорю, Артему. Начался с чем-то. Артему повезло, что его отвезли в Луизен госпиталь, а не в униклинику. Мы бы, наверное, там часов 5-6 потеряли бы как минимум. На самом деле, людей не так много было. Ну, и плюс, если ты на скорой, тебя же сразу берут, да? Так, Артем красный. Давай я не буду нарушать. В общем, на рентгене сказали, что все в порядке. Ну, в принципе, мы это и ожидали, наверное, да, Артем? Да. Ну, сказали, если будет еще болеть больше недели, тогда нужно будет МРТ сделать. Ну, у него так умеренно болит, знаете, все-таки машина по ноге проехала. Ну, молодец, крепкий парень. Что нас удивило? Ну, там дали, понятно, все вот эти вот листы для врача, как все было. И рецепт, значит, аптека закрыта, да? Рецепт дали на ибупрофен 600, ну, от боли, чтобы не болело. И она потом промотала про боль, то-се, ну, там вот, да, и сказала еще другое лекарство. А я почему-то в голове уже такая сижу, уже так, и мне что-то показало, что она сказала, этот, мазь, как ее, пантенол, ну, они сейчас ему финистилом, или я не знаю, чем-то намазали и сверху забинтовали. Но я сейчас подумала, она что-то вот это вот имеет в виду. Я не знаю, почему я так подумала. А они пантопрозол выписали, это как бы от желудка. А я услышал. Артем услышал? Я сначала подумал, зачем. Ну, раз выписали, значит, надо, да? Да. А сейчас я взяла рецепт, читаю, и я говорю, не поняла. Он говорит, ну, да, вот я послушал, тоже не понял, зачем, но что-то не спросил. Ну, не возвращаться же теперь. Уже ушли далеко. Ладно, выписали, выписали. В общем, ситуация недраматичная, поэтому не столь это важно. Идем домой. Дома, наконец-то, да? Картошечка жареная у нас сейчас будет. Посолить надо хорошенечко. Картошечка жареная, мои полукрылышки. И сейчас быстро настругаю, не мои, в смысле, куриные. Сейчас быстро настругаю салат. И будем кушать. Вечерняя у нас трапеза намещается с жареной картошечкой. А ты же она показывала, да? Да. Я сейчас салат со сметаной сделаю, чтобы дети тоже ели, да? Ножками. Это не ножки, это крылья. Какие крылья? Это ножки. Это крылья, а не лисня. У нас вот это крылья? Угу. А, ну тут есть крылышки. А, это все крылышки? Да. Это все полукрылья. А, полукрылья. Не до крылья. Я хотела их соусом сделать. Таким, как я люблю. А у меня нет вообще зелени. Все еще не купили. Тебе сыр достать, Яла? Нет. Без сыра. Сыр. Кстати, вот этот, какой там получается, этот красный сыр, да? Он не такой вкусный, как тот желтый. Да? Желтый вкуснее был. Вообще не вкусный? Желтый, нет, нормально. Это такой более плотный, а желтый был такой чуть-чуть рассудочный. Не больше нас... Ну, чем-то они должны отличаться. Раз по свету отличаются. Ну да, не только что это им отличается. Так, это Милана уже домашку делала? Да. У них в среду в школу не надо, да? И им дали... У них студия так называемая. То есть они учатся, но учатся в этот день дома, потому что у учителей там какая-нибудь конференция или что-нибудь такое. А что это ты писала? Про ведьму. А? Я сочиняла историю про ведьму. А, сочиняла историю про ведьму. Какое? Еще домашку вам задали? Ну, что так странно посреди тетрадки? Есть же еще вот здесь листы, там листы. Да, нет, нет. Тут одно слово. Ну ладно, кто так делает? Милан, а что это такое? Милан. М-м, у меня еще это. Это нарисование я сделала, это надо было представить, почему нарисовать. У меня еще надо делать гель. Гель? Самое тяжелое. Да. И когда ты будешь делать, завтра или в среду? Завтра или в среду. Лучше быстрее сделать и балдеть. Там два задали. По-моему, один я сделала завтра, другой я сделала все. Ну, хорошо. Растянуть удовольствие, да? А зачем ты столько газет приволокла? Вот мне интересно. У всех соседей собрала? Нет. Это у нас в почтовом ящике было? Угу. Я не черно-белую. Тут нет черно-белых, ну ладно. Я хочу чуть-чуть. Для чего? Ну, там что-то не было. В школу расти надо будет? Угу. Данила, а у нас есть что-то на белое где-то? Нет, нет, что на белое у нас. А, акция, смотри, Милана, Нутелла, 3,49, 750 грамм в нету. В каком нету? А, в любом нету. И бананы, хорошее сочетание, да? А если все это залить колой, то слипнется уже тогда наверняка. Так, что еще у нас? Мы, кстати, в нету редко ходим. Хотя он у нас есть не очень-то и далеко. Посмотрим, что тут еще есть интересного. Может, пора опять список пробовать списать в Татьяне? Хе-хе. Ну, нет, не пора. О! Эти тоже бывают чикито? Я думала, только бананы. Чикито, авокадо есть, оказывается. В общем, сейчас я изучу это дело за чаем. Я долго и с пристрастием изучала рекламку. Оказалось, что она уже... Потому что, наверное, двухнедельной давности я это поняла, когда увидела карнавальные всякие скидки и прочее. Не знаю, зачем лак ее притащила, но говорит, надо для школы. Все, друзья. Я собираюсь с вами прощаться уже до завтра. Сегодня был коротенький. Но дальше, возможно, будет интереснее. В общем, все потом, все по ситуации. Ну, а пока обнимаю вас и прощаюсь с вами до завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok